Здравствуйте! Вы на канале Лид Круп. Краткое содержание сказки «Аленький цветочек» Сергея Тимофеевича Аксакова. Прочитано с сайта lidfest.ru. Читает Ирина. Собирается богатый купец по делам торговым в тридевятое царство, в тридевятое государство. Перед отъездом спрашивает он трех своих дочерей, какие гостинцы им привезти. Старшая попросила золотой венец, среднее зеркало из хрусталя, а младшая – самое любимое – «Аленький цветочек», краше которого нет во всем белом свете. Ездит купец по странам заморски, покупает, продает товары. Отыскал гостинцы для старших дочерей, а для младшей найти никак не может. Видит он много цветочков аленьких, но никто не может поручиться, что краше этого цветочка нет во всем свете. Ездит купец домой и нападает на его караван разбойники. Бросил купец свои товары и побежал в дремучий лес. Бродит купец по лесу и вдруг видит черток в серебре, золоте, каменьях самоцветных. Зашел вовнутрь, а там убранство везде, царское, а нет никого. Только подумал купец о еде, как появился перед ним стол, убран и разубран. Хочет купец поблагодарить хозяина за хлеб-соль. Да некого. Отдохнул купец, выспался, решил по саду прогуляться. А в том саду цветут цветы распрекрасные, летают птицы невиданные и песни поют райские. Вдруг видит купец цветочек, аленький, красоты невиданной. Сорвал купец цветочек, тот же миг блеснула молния. Ударил гром и появился перед купцом зверь не зверь, человек не человек. Чудище страшное и мохнатое. Заревело чудище на купца. Как же он отблагодарил за гостеприимство. Сорвал цветочек его, аленький, единственную утеху в жизни его. Упал на колени купец. Стал прощения просить. Не хотел он неблагодарным быть. Хотел любимой дочери гостиниц привезти. Отпустил чудовище купца. Но с условием, что пришлет купец вместо себя одну из своих дочерей. Будет жить девушка в чести и приволье. А не захочет он кто, так пусть сам воротится. Дал очудище купцу перстень. Кто на правый мизинец наденет его, в одно мгновение очутится там, где пожелает. Надел купец перстень и очутился дома. А в ворота въезжали караваны с товарами. Рассказал купец дочерям своим о чудище. Отказались старшие дочери выручать отца. Только младшая, любимая, согласилась. Взяла она цветочек аленький, надела на мизинец перстень. И очутилась в дворце чудище. Гуляет девица по дворцовым палатам, саду зеленому. Надевиться не может на чудо чудесное. А на стенах надписи появляются огненные. Это чудище так с девицей разговаривает. Так и живет девица в дворце. Каждый день наряды примеряет новые. Такие, что и цены им нет. Каждый день угощения отменные и веселья разные. А чаще всего она с хозяином разговаривает. Пишет он на стене надписи огненные. Захотелось девице голос хозяина услышать. Стала она его молить, просить, чтоб поговорил он с ней. Не соглашался чудища. Боялся испугать девицу голосом своим страшным. Но молила его девица. Испугалась поначалу девица голоса страшного, зычного. Но послушала слова его ласковые, речи разумные. И стало у нее светло на сердце. Так и беседуют они целый день. Захотелось вскоре увидеть своего хозяина девицы. Долго не соглашался чудища. Показаться все боялся. Что испугается она его противного, безобразного. Уговорила все-таки девица. Показался ей зверь лесной. Как увидела его красавица. Закричала от страха истошным голосом. В обморок упала. Но совладала она со страхом своим. И стали они проводить время вместе. Привиделась во сне девица, что нездоров батюшка ее. Попросила она у чудища позволения навестить дом родной. Отпустил ее зверь лесной домой. Но предупредил, что если не воротится она через три дня и три ночи, умрет от тоски смертной, так как любит ее больше, чем самого себя. Поклялась девица, что воротится через три дня и три ночи. Надела перстень золотой на мизинец и очутилась в доме родном. Нездоров был отец ее. Тосковал по дочери любимой. Рассказала девица, как живется ей во дворце у чудища. Обрадовался купец за дочь свою. А сестрам ее завидно стало. Подошло время воротиться девице к чудищу. Уговаривают ее сестры остаться. Не подается девица на уговоры. Не может она предать зверя лесного. Похвалил ее отец за речи такие. А сестры от зависти все часы в доме переставили на час назад. Подошел час настоящий. Щемит сердце у девицы. Смотрит она на часы, а рано еще воротиться. Не выдержала она. Надела перстень на мизинец и очутилась во дворце чудище. Не встречает ее чудище. Ходит она по дворцу, зовет хозяина. Нет ответа. А в саду и птицы не поют, и фонтаны не бьют. А на пригорке, где растет цветочек аленький, лежит зверь лесной, бездыханный. Подбежала к нему девица. Обняла его голову, безобразную, противную. И закричет истошным голосом. Ты встань, пробудись, мой сердечный друг. Я люблю тебя, как жениха желанного. Затряслась земля. Заблестели молнии. Ударил гром. И упала девица в обморок. Когда очнулась, видит она себя в палате беломорной, на престоле, вокруг свита, на коленях и отец с сестрами. А рядом с ней принц сидит, красавец писанный. Полюбила ты меня в образе чудища. Так полюбишь теперь в образе человеческом. Злая колдунья прогневалась на родителя моего, короля могучего. Похитила меня и обратила в чудище. Наложила проклятие, чтобы быть мне чудищем. Пока не полюбит меня девица в образе страшном. Ты одна полюбила меня за мою душу добрую. Так будь же женой моей. Поклонилась свита и дал купец благословенье дочери на законный брак.